здравствуйте друзья мы с вами у океана тут красивые молодые люди значит а мы движемся довольно утепленные давайте я вам покажу а то знаешь что интересно часто говорят как же это что за калифорния такая там ходят одни в тапчиках на босу ногу а другие в курсках вот мы со светлой сегодня утеплюлись но сейчас 9 9 утра поэтому так может быть прохладно нас это тоже всегда удивляло когда мы приехали сюда потому что мы приехали в декабре месяце и ходили соответственно в зимних куртках было холодно довольно таки и стояли на автобусной остановке а нам стояли девочки которые шли в школу утром они стояли в таких платьях в клеточку в форме в своей носочках и они были сизого цвета такого синяя красноватого да да очень холодно было крышка там плюс плюс 5 тепла был и плюс 7 но дело все в том что а дело в том что у нас в калифорнии когда выходит солнце все-таки мы живем с трофиком и днем становится холодно утром холодно вечером поэтому те кто вот так вот краткосрочненько да они могут не попасть да вот надеялись а уже обратно пойдем если будет теплее то мы растекнемся разденемся и так далее вот кроме того не забывайте что в калифорнии долгое время домах вообще не было отопления там не я не был один отопитель на весь дом ну и он так себя слабенько отапливал и местные люди которые выросли здесь у меня вообще не привыкли в теплом сама жить когда приезжают нам гости из россии они все и мерзли здесь неужели интересно я могу сказать что когда люди ездят в машине я имею ввиду в домах не нам дома когда люди едут в ну куда-нибудь на машине едут то у них в машине есть обычно несколько слоев одежды что-нибудь легенькое что-нибудь потеплее а что ведь вообще так по серьезному может быть потому что ты когда едешь куда-то допустим на целый день ты можешь легко нарваться на перемену погоды да здесь это обычное дело это леерное слоями а диване оно очень популярное и в общем то люди так стараются послойно послойно что-то пододеть совершенно нормально когда идет человек а на нем ты видишь на нем несколько слоев у него этот один слой торчит из-под другого при этом в порядке вещей причем реально мне казалось что как-то это не очень эстетично сейчас я даже привыкла хотя сама и так стараюсь не делал в целом это очень даже нормально да хорошо . скажи пожалуйста вот нас зрители спрашивают а что такое вот мы калитку там ремонтировали они смотрят на эту калитку как же так много миллионный дом калитка как вот на селе чудо с калитками и есть село-то при многомиллионных домах у нас есть село и наверное это эстетика заборов и калиток а нам прошла еще с тех пор когда были сады это просто отношение вот наши или так нашему району или когда нарастут и деревенский район в общем-то в прошлом ну да но и он остался деревенским с точки зрения домов эта деревня это нельзя назвать городом городом это не многоэтажные дома и на частные домики другое дело что земля дорогая не стоит дорого но в целом это деревенские домики это же у нас громкий мотоцикл очень громкий у нас и стиль называется ренч хаус то есть такой вот раньше а раньше вот вот собственно почему раньше должен быть какой-то забор это первое второе да здесь забором никто не относится как предметы эстетики заборы есть очень нормальное функциональное предназначение да он закрывает как ярче никто заборы не запирают снаружи висит веревочка дошел веревочку дернул дверца открылась в общем как бы а если если например все равно не запирать зачем вообще это калитка важно то и ну что ты его 1 когда люди на улице проходят там за забором стоит мусорный бакер до их туда спрятал закрыл дверью это еще приличного людей ты не хочешь быть а с улицы просматривался до самого букьярда ну да и какой-то провиси да заборы невысокие на них существует очень регламентированная высота не могут быть больше 6 футов боковые заборы в раннем случае может там такую решеточку поставить прозрачную еще на фут и все у меня стоят трехметровый забор это запрещено а по-моему 4 фута до высота нет это который перед домом то есть поставили забор на фронт ярде да не больше четырех футов то есть чтоб дом был виден то где-то ниже чем по груди метр двадцать метр тридцать вот и поэтому никто не рассматривали забор как закрыться от всех мы когда приехали то нам агентка объясняла что вообще да не принято на переднем дворе на фронт ярде ставить заборы потому что внешне вид дома такой служайка перед домом гораздо лучше мне это было очень необычно потому что действительно с точки зрения вот своего пространства даже если поставил 4 фута забор это это все равно некоторые границы которая очерчивает твою недвижимость от всего остального мира этого человека линию на земле прочерта ты чувствуешь себя как-то более сосы это более опасно безопасно ну вот в долгие годы жили вообще без всякого забора и сейчас у нас нет кстати забора тоже на фронт ярде насколько я понимаю свет в плане юридическом слышишь если человек идет местность открытая у тебя туда забрел так это одна один уровень нарушения а если он при этом через забор это сделал даже забор высотой там по колено понимаешь но если он этот забор пересек переступил перешагнул это уже друг этот раз пасинга это уже другого уровня нарушения более высокого например я знаю что те дома которые находятся вокруг школ там вообще нет никакого заборчика что можно видеть что дети старшие классы они школы уходами перерыв большой вода собой какие-то они там прям садятся на траву на это да они могут бросить бумажку могут посидеть там на травке да все таки хочется как-то так вот ограничить у нас вот сейчас никто не сидит потому что у нас нету пешеходной дорожки чтобы ходить возле дома получается люди идут по мостовой как-то уже и ничем как садиться с мостовой тоже сама сама мысль о том что границы служит границы тротуара да она служит вот такой в мозгу у человека линии через которую они не приступают ну да все таки по мостовой если бы это было просто пешеходная тропинка да и тут же у тебя начинается травка могли бы сидеть да если заборчик есть уже никто не переступает а значит поскольку отношение к этому всему не такое эстетическое что вау у меня такой эстетический дом вообще крутое все лишь контрактора которые делают заборы они в простом к этому относятся причем я думаю что них просто уже знаете какой-то поточный метод этих заборов потому что они делают очень массивные калитки причем какие соображения эти массивные калитки потом перекрашиваются из-за того что массивные они массивные они сделаны из специального фрешил трит этот специально обработанного дерева чтобы они не давление высохнили да они очень тяжелые эти калитки сколько у нас было домов они всегда начинают перекрашиваться год проходит вот мы строили новый дом новый забот проходит год и все эти калитки под весом собственной тяжести они перекрашиваются начинают вырывать петли тоже но вот когда мы отрывать себя дома когда мы построили вот наш маленький дворец там была металлическая калитка ты имеешь ввиду на фронт ярде на фронт ярде на фронт ярде на фронт ярде вообще про это не говорит там был такой украин про ну правда такого типа покрасивший конечно да а вот и а вы еще тут этих больших калитках забор которые ведут уже туда на задний двор так вот там у нас тоже были колоссальные проблемы новый дом построили новый забор сделали все новое и прошел год и эта калитка перестает закрываться если с ней специального чего-то не делать вот так как-то ее укреплять или что-то с ней делать то это становится просто невозможно эти калитки на самом деле калиткой вот я как пользователь до пользуюсь очень часто потому что ниже мусор нужно каждую неделю быстро 3 бака потом их забрать то есть по крайней мере каждой неделе я дважды пользуюсь этой калиткой чтобы баки этим а вот зрители некоторые говорят что вот вывозить баки с мусором что мол не женское это дело а куда деваться мы же не хотим чтобы они вообще не выносили так ну хорошо но и не же тоже тяжелые какие-то ну они грязные они в пыли они в паутине они не то чтобы такое большое удовольствие повозить еще при этом калитка не открывается то это уж совсем вообще последняя капля в терпении но а вот если доберу всех калитки все почему вот эти технологии которые делают перекашивающиеся постоянно тяжелые калитки увесистые почему бы не делать какие-то легкие почему почему бы не делать вечные ну послушай вечный нет в америке у нас вечного ничего нет потому что иначе умрут целые индустрии если будет все вечное дожили свой сус в том чтобы был такой последовательный бизнес один раз калитка поставь прошло пять лет еще раз как медицина ну да тут же город построена но калитка из-за сервис то есть вечно ничего нет но есть все для умельцев то есть те которые имеют сами руки такие хорошие руки которые правильно растут умеет держать инструменты всегда то они умеют делать дело в том что вот например даже наши калитки я же мучаюсь не давно это не то что вот сегодня взяли и сделали да у нас это калитка начала перекашиваться через полгода быстро как ее поставят причем она начала перекашиваться таким образом что под своей тяжестью там вот этот пост основной он был прикручен прямо к дому столб да и он начал за счет того что она начала перекашиваться он просто начал отдирать этот столб от дома там стали появляться гвозди то есть она не перекашивался в том месте где сама висела она отрывала на себя вместо с куском забора дома и тогда мы сделали первый шаг мой контрактор сказал надо ее она тяжелая да когда она открывается естественном уровне перекашивается надо ее посадить на колесо и мы нашли то есть это не то что так вот нашли это колесо то чтобы у всех вокруг колеса были не 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 мы нашли колесо причем обратите внимание это колесо она специально для этого и предназначены для больших вот таких заборов которые сами открываются для машин двухсторонник да мы нашли это колесо и прикрутили в чем колесо не просто колесо там целый механизм с этим колесом она на пружине и когда какие-то неровности она по идее должно вот их обходить то есть она пружинит сама по себе на сетях а вот почему бы например не поставить просто рельс и колесо чтоб не было поворотным ажа она просто примитивно ходила в этом рельсе вот я думаю что она получится ну что она должна повернуться чтобы изменить направление а зачем его поворачиваться она так если она не поворотно она непородливая плохо поворачивается должно поворачивать очень короче говоря колесо мы прожили еще год-полтора вот и и снова все начало выходить из строя потому что у нас была бетонная дорожка нам где-то колесо каждый раз должен был соскочить на землю нам получался перепад может быть сантиметр да это колесо каждый раз застревала там этом уже вот люди которые делали это колесо а ничего не понимали что там часть маршрута значит бетонная часть земля от людей которые делают колеса хочет бы не все предусмотрели не но в принципе все-таки строитель же это не то что я делал допустим я первый раз я думаю что и глупо наплевать они сделали колесо которое поднимается на пружинке да то есть идея должно разницу в уровне подхватывать то что она в этот момент поворачивается как раз я не знаю когда она должна проворачиваться во всяком случае неважно поставили там сколько времени назад колесо и мы с ним прожили и снова стал все развалтываться снова колесо разболталась там все это самое разболтая чем калитка не держалась из нее все гвозди по вылезали и знаете и все эти доллары нет она стоит доллара но сделать уж когда ты этого не делаешь такое отвратительное чувство каждый раз который нужно ее открыть и вывести эти баки мусорные просто лишний раз даже иди трогайте не хочется там все на сопляки то есть есть эстетически это них нет неудобно поэтому а тут у моего контрактора образовалась пауза проекта тот же самый контрактора что первого роста составил да он придумал как раз кольцо я им давно уже сказала он год не очень занят но вот не волнуйся у меня будет пауза когда-нибудь да вот и он сам позвонил не образовалась пауза и мы представьте себе сделали всю мелочевку по дому который годами накапливалась и которая очень раздражает даже невозможно было какие-то мелочи но они знаешь в шкафах стены на рельсиках двери как-то плохо открывались не заклинили заклинило первого дня дело в том что температура же меняется в доме то холодно то жарко то сухо то влажно в общем по всякому и эти двери и были полы и деформируется очень короче клядом это живой организм он дышит и меняется не то что он вот так это построили он такой стоит да то что было хорошо в первые деньги но со временем становится не очень хорошо еще у него нет курьих ножек чтобы поворачиваться туда сюда как-то выходить если например у нас когда мы сделали перестройку я купил очень не с горбачёвым а в смысле и столько дом этого дома где вы живем я купила по тем временам не было еще вот эл и делом но я купила сенсорные лампы кварцевые на вход 2 лампы одинаковые красивые лампы всего причем они срабатывали так все время горели по чуть-чуть кто-то подходил они включались ярче и одна лампа вышла из строя буквально через несколько месяцев чем-то лампа который прям перед входом и да и и достать не так просто квартиру вам понятам замурованы там нужно чуть ли не полосила светильника разобрать чтобы добраться до дня то есть поменять самую тонку было непонятно как я этим контрактную раз уже здесь достаньте ко мне эту лампочку оттуда он развинтил пол этого светильника достал лампочку а там ничего не понятно все что то есть нет вам нет замены на лампочку нет то есть этот светильником просто одноразовый я тогда подумала что мы не будем жить и лампочками морочится она уже просто заменить светильники и заменили светильники сейчас я поставил уже леди они практически мощность никого не потребляет вам 30 ватт или что такое но светит неплохо там они очень яркие сейчас дали вообще уже индустрия этих и леди ламп она пошла далеко вперед они очень яркие просто два светильника полностью вот люди нас слушают и думают ничего себе мы ничего себе страна там тесла компьютеров там apple of андроидов а вот калитку понимаешь и там лампочка не меняется ну правильно так чтобы все таки все развивалось все одноразовое на самом деле даже когда мы приехали я вот не помню сейчас но что-то такое было что даже противень для духовки из какие-то одноразовые совсем такие тонкие да и они выгорают моментально и до выходите все один раз готовил выкинул ну не один раз нет здесь на разве это отдельно да вот а даже те которые приходят духовкой там есть попроще которые не горятся никуда а есть какие-то солидные вот то есть какие-то вещи вот приехали у нас до сих пор например есть некоторые вещи наши прошлые жизни типа мир мялкой для картошки ничего не делал как это картошка разбираюсь пюре такая вертикального хода сверху вниз чесночная давилка тоже с ней ничего не стало а здесь тоже и продаются так не годятся никуда то есть она срезал в рубку и да она перекрашивает пытаешься что-то поправить она ломали на шинчиках они должны были бы тоже как в наше время на танковых заводах и придет вот так получается что здесь индустрия специально так сделано чтобы ушло обновление то есть то что недорогое она меняется грубо говоря так если сделать из хорошей стали и сделать вечную она может быть будет стоить два разнорожек и даем просто не купит или но иногда мы каких-то раскладках когда ездим там куда-то значит то есть ну типа таких старых магазинов которые торгуют шерпаклем конечно это никакой не антикс и на точки зрения роста рио как вы просто старый барахло как вот там можно увидеть весорубки которые у нас еще много населения страны пользуются 20-х годов эти такие металлические да они там хорошие не знаю у нас она всегда плохо работала на гарантию и крутил у нет у нас даже чем он это было головная боль так вот они продаются в этих магазинах да они тоже вечный я не знаю насколько они хорошо крутят в этом случае они тоже то есть и америка шла таким же путем а сейчас пошли по пути удешевления и шерпотребного такого качества да то есть раньше людей было мало вещей но они тоже были вечные мы тут зарубка была вечной да мы тут новые проекты затеяли как рассказала чего не приняли решение конечно у нас самая старая часть дома она дом то был построен там тоже в сорок седьмом году очень старый дом и естественно как мы уже показывали более наших других стройках что когда дом такой старый потом изоляции стенок вообще нету то есть там есть наружные доски какой-то водяной барьер чтобы вода не затекала и с внутренней стороны собрался шитрак гипсокартон гипсокартон а между ними воздух между ними воздух и воздух как вы знаете как возвращаясь к теплу да как люди одевается когда люди жили в таком доме который фактически шалаш да еще у них отопления толком не было потому что вы даже бессмысленно отапливать это выдувают сразу да так вот эту новую часть которую мы пристроили уже и по стандартам да и нам сами мы уже положили хорошую изоляцию туда и чувствуется разница то есть помещение так быстро остывает не так сильно нагревается от солнца а вот эта часть дома она какая-то пустовато и чувствуется ты нагрел выключил отопление она хопа раз все остыло или в особенности летом это очень тяжело когда остужаешь 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 а дом на галина галяется вот этот воздух между стенками нагревается и очень жарко так вот я стала смотреть что-то можно сделать все-таки по минимуму разбирать потому что уже всякий ремонт делал все такое прочее причем чердак у нас заизолирован чердак мы крышу меняли там мы делали новый речь только стенках наружных ну вот вчера значит пришел парень они делают такую вещь они простреливают в шитраке дырки диаметром сантиметра 4 и таким насосом накачивают туда целлюлозу распушенную и поскольку они накачивают ее насосом то есть она под давлением идет там по вертикали получается дырок 5 наверное то есть он контролирует пространство которое заполняет это целлюлоза запихивает туда эту целлюлозу заморозывает эти дырки и стенки уже перестают быть пустыми там уже опять целлюлозная труха находится причем она не горит пожаробезопасная она не воняет она натуральная вот ну и вот у нас такой очередной проект на ходу можно сказать сейчас заберем какие-то вот и сколько это будет стоить все так чего ну вот грубо говоря минимальная цена такого проекта из того из того что тебе давали уже цены но там сложность состоит в том что это компания который целлюлозу напихивает туда сделать дырки каждый раз может а дальше нужно эти дырки привезти заделать они даже готовы просто заделать и замазать но у нас дома покрытая штукатурка сверху чем это не просто что-то вижу снаружи нет изнутри со стороны комнаты я понял покрытая штукатуркой и это не просто штукатурка штукатурка штукатурки отличается вас подобрать точно такую же штукатурку чтобы было не было видно вот этих 5 дырок то играли друг на другом это уже отдельная мастер-скоро стараться да и они этого не делают то есть они тебе дают дома замазаны белым пятнами дырки просто а дальше ты хочешь с этим то и делай поэтому прежде чем делать дырки я хочу получить квоты на то чтобы привести все-таки дом в нормальное состояние потому что там придется перекрашивать полностью стенку все ты же не можешь замазать только чтобы не было видно то есть там придется подбирать текстуру и закрашивать и в общем все это делать причем краску мне кажется я подобрала похоже на крайне сочи она будет чуть-чуть отличаться это будет смотреться как акцент на стенах такие дела то есть надо сказать что стройка это как бы мероприятие которое имеет конец но поддержание в состоянии в каком-то человеческом это процесс бесконечный на самом деле очень чувствуешь себя плохо когда видишь что дом в общем-то новый а все начинает сыпаться начиная все сыпаться потихоньку и ты понимаешь что тебе нужен контрактор и тебе не придет никто потому что объем работы никакой у нас случилось чп например у нас уже пару лет назад крысы перегрызли интернет-провод который был по домам очевидно крыса потому что вдруг интернет сигнал перестал уходить в новую часть дома до подозрения было на крысе а вот а фактически это вот новая часть дома старая часть дома для того чтобы этот кабель проложить туда нужно залезть под этот дом а там не так много места проползти все это пространство и там наверно не очень чисто я так подозреваю никогда туда не лазила сама и проложить этот новый кабель я не могу найти человека который просто вот полезет это все и сделает и мы проложили кабель-то временно да потому что хочется иметь интернет проложили временно вот внутри дома и уже вот там пару лет до какой-то до какого-то случая когда кто-то полезет под дом ну да да поэтому это не все очень неприятно когда кабели под ногами все так красиво красиво и друг под ногами какой-то шнур не все в америке так замечательно нет друзья вы подумайте подумайте а то так знаешь приедут а потом раз и кабель под ногами так или крыса или крыса да 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 тут крыса так дальше чего чего дальше дальше ничего а кошмарах давай не знаю а еще вот когда дом совсем новый он еще усадку дает да и ты строишь и у тебя так красиво у тебя так все вылизано у тебя все и потом проходит там годик а то и два и потом смотришь трещинки пошли но это ты на что это нормальный процесс я думаю что любой дом дает усадку если ты трогаешь фундамент то это неизбежная часть о смотри мужик на доске едет да вот она доска такая вот на одном колесе я думаю что это очень тяжело держать баланс потому что я думаю что его скорость зависит от того как куда он делом наклониться перед назад а колесо всего гироскопическая что-то такие штуки боюсь да а мы на них и не ездим значит светит вот мы приехали на дачу и чем эти собираемся делать в это утро нам сегодня обещали что и день будет дождь да и вот небо такое небо затянуто вообще там какие-то шторма обещают в ближайшие дни уже света уже по сша сейчас где-то несколько десятков торнадо зафиксированы и там ну в общем нам обещают всякие ужасы сказали что в калифорнии выпадет за три дня месячные двухмесячная норма осадков ну в общем у нас ничего не выпадает без воды не останемся ну да будет и подаем и запомниться тоже неплохо но поскольку сегодня мы ожидаем весь день дожди вот я дончик специально дела с собой на случае чего-то мы решили с утра пока дождя нет вот еще сухо пройтись немножко потому что потом будем сидеть запертыми заперти заперти уже будем развлекаться как можем а как мы можем развлекаться готовить кушать смотреть телевизор если кто-то приедет но с такой дождь не пошли в обратную сторону нашли до нашего поворотного места так мы всегда в этом месте поворачиваем и у нас эта ходка занимает где-то семь с половиной тысяч шагов да ты знаешь это был такой анекдот я вспоминаю в наше время говорили почему почему линия партии выглядит как синусоида ведь потому что каждый съезд поворотный ну вот мы поворачиваем определенном месте да потому что если мы еще раз случайно пойдем куда-то гулять а что же случайно ну если дождя не будет ниже не знаем да лишь люди тоже зонтиками идут да вот если на воду жить вообще в перчатках а нам говорят если удастся нам сегодня еще пойти гулять да то вот эти семь с половиной тысяч шагов и мы еще столько же обычно нахаживаем получается 15 то что в общем то достаточно у нас есть друзья которые мужественно идут по этой дороге до самого парка весь променад туда сюда занимать часа два с половиной но это уже полностью там выше да я бы с удовольствием ходил ну там 16 17 часов шагов мы раньше когда-то ходили когда еще не были такими спортсменами вот и приходили домой просто умирали то есть я помню что мы как-то раз они нас выгуляли туда мы пришли упали проспали два часа после этого сегодня мы конечно были подготовлены к этому кстати кстати о прогулках я заказала шведские палки дохождения для ходьбы да так вот я еще не знаю то есть я про них я про них все прочитала там в каждую палку задействовано пружина у нас на самом деле очень часто ходят с палками но это просто палки это нордик тоже ходит нет обычные палки они не пружинят они просто палки для того чтобы облегчать ходьбу у нас очень часто с такими палками ходят но эти палки дороже пять раз ой да эти палки дорогие там каждую палку заделана пружина на определенный вес то есть они есть весом 8 и 8 можно менять пружину нет и не может менять пружину и другие палки значит 8 8 паундов следующий 13 чем-то есть еще вам на 16 паундов что такое вот то есть фактически на каждом шаге ты рукой нажимаешь эту пружину четыре с половиной восемь паундов это четыре килограмма на минуточку да сама палка не тяжелая но вот это усилие пружины это четыре килограмм на каждую руку да вот то есть я не знаю на трицепсе я не на грудь на мышцы груди я не знаю будет ли с ней легко ходить или нет я в воскресенье уже получу эти палки мне сказал что это интересно что надо экспериментировать я думаю вдруг мы вообще не сможем с ними ходить так будет тяжело ну вот уже буквально следующий выходные мы посмотрим на эти палки посмотри видишь забор стоит финиш и такие желтые ржавые подтеки с него ты видишь естественно почему естественно вода высаживается стекает то есть при строительстве никто не догадывался о том что влажно нет на послушала даже если ты красишь ты красишь все равно от солнца от ветра дождя он все равно отколупывается никуда ты не денешься все нужно поддерживать я помню что например ну в фильмах художественных показывают жизнь деревни там постоянно стоял вопрос надо крышу переложить забор покосился это все вещи в общем-то насущные просто нужно иметь того кто возьмет это и починит и там обычно приезжали дети которые умели все это дело с детства да и они все это делали я в какой-то поражаю личность своей наивности какой-то периодически зачем дети будут забор ставить но послушание потому что бедным родителям было никого больше попросить там не было там вся деревня их покосившись они выглядят совершенно нормально все равно что вот сейчас приедут дети покрасят нам забор тут у всех не крашены здесь наши дети с рода в руках кисточку не держали даже не знаю той стороной и украсть а ты знаешь я тоже не знаю тоже никого не красил я единственное что покрасила в нашем доме я считаю это предметом гордость зеркало такое зеркало очень это самое такое дизайнерская она из маленьких кусочков зеркалов сделана которые наклеены на зеркало из маленьких кусочков зеркало наклеена такую раму и просвет рамы когда я покупала это рам было белая она каево на стенку это чудовищно выглядел совершенно я поняла что мне нужно эту раму перекрасить себе малюсенькие такие зеркальчики на три сантиметра на 5 это вот и между ними рама я мужественно все заклеила ты там специально если это покрасила и вот она до сих пор висит и стекло заклеила а между стеклыми ну хорошо ладно что мы уже я считаю можем закончить трансляцию или так есть еще дело если есть мы отдельно запишем все друзья мы с вами прощаемся с вами друзья побережья тихого океана давай как океан покажем сзади все без обмана абсолютно океан есть блогеры есть а утро туманное и мы движемся домой